Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. Сегодня 21 января и коммунисты будут вспоминать Ленина Ульянова. И будут вспоминать, конечно, добрым словом. Вот я могу вспомнить не добрым словом, потому что и эта часть его существования есть, и огромное количество священников в этой части числится, которые расстреляны, казнены и всячески репрессированы, в том числе по его воле. Но день-то еще и напоминает о том, как смогли обмануть население эти лица, как они смогли те болевые точки понять, осознать и на них надавить, которые привели к такому восстанию масс и привели и к защите этими массами этих желаний. Желания-то на самом деле были неплохие. То есть, задержавшись с реформой раскрепостничества царской власть, попытавшись остаться в своей монархической форме, без конституции, то есть единый царь и единое правление. Она, конечно, оказалась поперек, можно так сказать, определенного прогресса населения, которая в этом прогрессе, самое-то интересное, что в этом прогрессе она желала общинной жизни. Вот почему сыграли огромную роль в этой революции старообрядцы, и почему вот они так востребованы были? А потому что они вот формировали свои предприятия, а мы теперь знаем, что чуть ли не большинство предприятий в начале 20 века принадлежало старообрядцам. Капитал точно, вот российский капитал у них был в руках, по-моему, на 70 или 60 процентов. И вот это формирование предприятий на основе общинной жизни, оно, конечно, требовало от людей и общинного управления. То есть вот эти советы, созданные в нашей области, хотя надо сказать, что комиссары, советы и так далее, это не изобретение советской власти. Комиссары именно в старообрядчестве существовали, и советы там существовали, общины. И все остальное. Вот, конечно, подзависла земская реформа. Земская реформа, она вместе с отменой крепостного права должна была сделать каждой губернией, каждый отдельный, значит, уезд, таким самостоятельным, можно сказать, государством в государстве, объединенным на основе веры, религии. И подъем-то тоже был большой религиозный, хотя Иоанн Кронштадтский и пишет, что церковь, в общем, плохо пишет о церкви. Да и не только он интеллигенции начинает писать, и Толстой ничего хорошего не написал про церковь, а потому что она тоже опаздывала в своих вот таких воззрениях, где вот такая монархическая форма правления епископатом, хотя это и было под управлением синода, но она существовала, они тоже, каждый хотел себе маленечко что-то иметь, и таким образом и не поддержали батюшку царя. Вот вы знаете, что ни один архиерей, когда свергали царскую власть, не поддержал его, и тем самым, говорят, грех на нас существует. Поэтому Ленин, я думаю, что не Ленин, я думаю, что вот то, что мы знаем про Ленина, это несуществовавшая личность, может быть, она какая-то и была, но там пишут, что и две, и три, или как вот мне рассказывала женщина, которая работала в институте по сохранению вот этого трупа Ленина на Красной площади, она рассказывала, что там три сменных трупа, их меняют туда-сюда, и поэтому, значит, они не успевают портиться, а может, уже и ещё кого-то подложили. Но точно так же была и собрана вся вот идея Ленина в некую личность, которую продвигали как идею, и мы видим, что достаточно долго продвигали. Там и один социализм, и развитый социализм, и всё такое, то есть вот и коммунизм обещали под эту ленинскую идею. Но она, мне кажется, умерла прямо вместе с ним, сама Ленинская, поскольку дальше была Сталинская, Молотовская, кстати, всё время Сталин, Сталин, репрессии, а руководил страной 30-е годы Молотов. Сталин был руководителем партии, он не подписывал никаких государственных, значит, ему на согласование именно сверху, а руководил не Сталин страной. Поэтому всё перепутано, и всё вот запутано. Самое обидное, что сейчас эксплуатируются те же самые хорошие идеи, которые идут вплоть до того, что из первого христианства, вот, общинная жизнь, совместная деятельность, бескорыстная деятельность, причём очень сейчас популярна в разной форме, коммун, даушинфтинга, создание, значит, поселений и всё остальное, но не смогли этим распорядиться. Какие-то успехи их отрицать нельзя, что там и Гитлера победили, и в космос первые полетели, это всё, всё это хорошо. Но население осталось нищее. В той стране, в которой мы живём, население должно было, вот, по задумке, вот, того же Шелихова, всех реформаторов, славянистов, деревенщиков, и всех остальных, по задумке, каждый должен был, чуть ли не хозяином предприятия, быть, потому что крестьяне, вон, как в Ивановской области, становились капиталистами, миллионщиками, просто на производстве ткани. Вот, вот, медленно сами, собирая свои ресурсы, в общинную, значит, такую копилку, таким образом становились. Поэтому, вспоминая прошлое, жалко погибших в этом прошлом, вот, под эту глупую идею, но ещё больше жалко то, что так она и не осуществлена, и трудно сказать, что будет осуществима, потому что, похоже, вот сейчас дали её на откуп именно тем, кто может её опозорить. Вот, если ты хороший человек, эту общинность и всё остальное, тебя задавит, тебя, значит, заклевещет и так далее. А вот таким красным коммунистам, так далее, на которых смотреть-то тошно, отдали на откуп в христианскую идею общинности, коммунности и так далее. И они позорят её дальше и дальше. Здесь тонкая и хорошая игра капиталистического мира, который поднаучился, поднаучился на примере этих революций себя защищать. Себя защищать. Поэтому, я не знаю, там говорят, он и причащённый умер, говорят, что он и, значит, отпетый, там, я не знаю. Если так, то давно пора погрести, как полагается, потому что тогда это мощи там лежат святого, если уж так, вот тогда выставить. Ну, в общем, ладно, я не буду с этим разбираться. Сами как-нибудь разберётесь, а ещё точнее разберётся история. Но уроки-то истории о том, что община и общинная жизнь и желание народа жить дружно и вместе делать-делать в народе вызывает хороший подъём, большой подъём. И это может созидать страну, может созидать общество, может давать рождение детей и всё остальное. И если отвергать этот путь даже на основании того, что вон чего они там наделали, вон как они там натворили. А это сейчас такая, самая главная, как говорится, пугалка, что не дай бог у нас ещё такая же революция. Революция-то не с него началась, уж извините, революции сделали как раз верхи, февральскую-то. И верхи, и народ-то подняли эти верхи. Вот всякие Плехановы, всякие Бонч-Буруевичи и всё остальное, всё интеллигенции поднимало, а не народ. Народ-то бился за своё, за землю, за право жить общинной жизнью. Так что давайте всё-таки саму идею не будем отвергать и уничижать общинной жизни, праведной, христианской, совместного труда, только из-за того, что она прозвучала в устах вот таких, как Ленин там или ещё кого-то. Помоги всем, Господь, разобраться, где всё-таки истина. И не попасть в злобу. Ведь на самом деле всю историю испортила злоба вот эту с революцией. То есть был, например, Кропоткин, который предлагал эту же революцию сделать в чистых перчатках, то есть всё реформировать, через эти. Зачем надо было лить кровь-то? Злобу эту кровь лила. Но вот именно злобу-то стоит опасаться и избежать. Помоги всем, Господь, здоровья, радости. Аминь.